Главное это план. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим уникальную и парадоксальную шашечную позицию, которую компьютер даже с помощью шашечной программы Тоша не может решить даже за 50 минут, перебрав при этом 10 миллиардов вариантов. Компьютер так и не смог решить ее. Мне, к счастью, удалось решить ее за полчаса. Я долго ломал голову, но все-таки одолел этот орешек. Первое, на что обращаю внимание, позиция, конечно, явно искусственная. То есть у черных огромное переразвитие. Из классического положения начального эта позиция явно не могла возникнуть. Действительно, она составлена одним из шашечных композиторов. Если вы знаете, как его зовут, то, пожалуйста, напишите мне, потому что мне его имя не знакомо. Второе. Обратите внимание, у белых 11 шашек, а у черных целых 12 шашек. То есть у черных лишняя шашка. Кроме того, черные шашки расположены ближе к дамочным полям. Шашкам белых до дамок далеко. Кроме того, шашки черных находятся в центре доски. А шашки белых, во-первых, разорваны по флангам. Во-вторых, они находятся в основном на бортовых полях. Любой шашист сразу же скажет, что у черных здесь явный выигрыш. Но, тем не менее, это не так. Вы можете счесть меня сумасшедшим, если я вам скажу, что белые при своей очереди хода побеждают во всех вариантах. Действительно так. Белые выигрывают во всех вариантах. И главная тема этой позиции, план, это именно запирание черных шашек. То есть шашки черных окажутся в заперти, а белые победят. Зная этот план, вы можете решить эту позицию. Мне на это еще раз скажу, понадобилось около полчаса. Компьютер за 50 минут так и не смог решить позицию. Можете поставить видео на паузу или вообще закончить просмотр данного видео и попытаться решить ее. Я вас уверяю, что если вы решите данную позицию своей головой без помощи компьютерных программ, вы получите огромное эстетическое удовольствие и моральное удовлетворение. Если же вы не можете решить, то я вам сейчас покажу решение. Белые начинают и выигрывают ходом gf6. В какую бы сторону черные не побили, их положение проигранное. Если черные бьют сюда или сюда, то все заканчивается примерно одинаково. То есть если черные бьют, допустим, сюда, то бьем сюда. Черные бьют сюда и белые прорываются в дамки. У черных нет хороших ходов для сопротивления. Белые тут легко победят. Если черные бьют в эту сторону, то белые также побеждают. То есть побили сюда, сюда, сюда. Все сводится к этой же позиции. Если же черные бьют в эту сторону, дамка, то белые бьют на поле b6. У черных единственный хороший ход. Это ef2. Но теперь белые также красиво побеждают. Нападают. Надо закрываться. И белые бьют именно на поле g3. Неожиданно. То есть они не подрывают поля. d4 или e3. Они бьют именно на g3. И шашки черных оказываются в заперти. То есть белые затем играют a b6. Ну и как бы черные не ходили, их позиция запирается. То есть надо жертвовать. Побили. Допустим, пытаются как-то разменяться. Но дамка белых бьет на поле a5. Ну и после a b6 мы бьем дамкой на d8. И шашки черных, обратите внимание, в заперти. И кроме того, дамка на e1. Ну и теперь главный вариант. После gf6, если черные бьют на g5, то белые неожиданно играют hg7. Черные бьют дамкой на e1. И белые неожиданно начинают жертвовать шашки. Отдали одну, вторую, третью. Вроде бы кажется, положение белых 100% проигранное. Но это не так. Белые ставят дамку именно на поле h8. Ну и как бы черные не ходили, они проигрывают. То есть черные шашки идут вперед. Они запираются. А белые просто ходят по полям g7 и h8. Туда-сюда, допустим. Так-так, так-так, так-так. То есть ходим туда-сюда. И белые легко выигрывают. Обратите внимание, что в заперти оказываются 11 шашек черных. И дамка на поле e1. Уникальная позиция. Люблю, когда все идет по плану. Друзья, если вам понравилась данная позиция, а напомню вам, что мне ее показал Александр из Украины, любитель, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх и подпишитесь на канал. Задавайте вопросы, если вам что-либо не ясно. Пишите комментарии. До свидания. Увидимся на шашечных баталиях. Субтитры создавал DimaTorzok